Аноматопоэтики В конце теста Но мы сейчас его тоже разберем Итак, что бывает про боль Вот это вот основное Но на самом деле их 17 В большом исследовании На эту тему Ну как в большом, 20 страниц PDF Я пришлю ВКонтакте всем А там написано, что 17 Слов про боль Итак Кирикири Острая пронзительная боль Дзыкидзыки Испытывать пульсирующую боль Пронзать болью также Сику-сику Схватками, спазмами, коликами То есть вот эти два похожи в принципе Хири-хири Щипать, жечь кожу, язык Он у нас был в аноматопоэтике Про еду Там была серия Жирная, свежая еда И вот было хири-хири Например, васаби попала на язык И щипет Но также может щипать и кожу Вот хири-хири Ганган Сырю звенеть в ушах Раскалываться от шума о голове Ки-то Про острую сдавливающую боль Например, в желудке Когда скрутила, именно сдавила Ки-то Как будто мы из-за этого дышать не можем Поняли? Чи-кури Больно уколоть, кольнуть Это одноразовое Вот здесь сейчас будет чику-чику Это будет колющая, стреляющая боль Чик-чик-чик-чик А чи-кури-то Это, например, врач укол сделал Или там насекомое укусило Чи-кури-то один раз уколола Помните, я рассказывала, что Как правило Чаще всего Когда один слог Ну, в смысле не повторяющийся Чи-кури-чи-кури Или бири-бири А один чи-кури-то То это обычно одноразовое действие Не всегда, но чаще всего это работает Например, кюн-то Доки-то Так, бири-бири Не медь затекать, покалывать из-за этого Либо горит-щипет Вот горит-щипет Это то же самое, что хири-хири Там обожглись Или васаби Вот, жжет кожу А бири-бири Это именно когда что-то затекло И тоже же покалывание Да, вот представляете Вы руку отлежали И потом она Такие укольчики Не очень больно, но неприятно Вот это бири-бири Когда что-то затекает, занемело И от этого покалывает Дзин-дзин Жгучая боль, покалывание, щипет, саднит Например Там упали Не знаю Катались на роликах Ободрали коленки И теперь дзин-дзин Саднит, щипет Чику-тику Колющая, стреляющая боль Про это чику-тику В статье Вот в этой, которую я прошлю Очень-очень много Что чику-тику может Например, если про грудь и сердце То обычно это от печали, тоски, вины То есть это еще про душевную боль Вот Чику-рито А, чику-рито Все, чику-рито уже было На одно меньше нам с вами Ну и усталость Усталость Они, в принципе, плюс-минус все четверо синонимы Единственная будет разница в присоединении Кто не видел, посмотрите видео У меня присоединение аномата поэтики Как они присоединяются Потому что в нуреку, ну и в жизни, да, можно их спутать из-за присоединения Кута-кута Устать до смерти Невозможность Невозможность Они могут подловить Да, что Хето-хето, например Чимачта Да, а у него такого нет Вот Именно ни А так по смыслу синонимы они, в общем-то, да Единственное, вот это хето-хето Это обязательно мы сели Как это, обрушились на стул Ноги подкосились Вот такое Падаем со смеху от усталости Так Гуттари То Вознеможение Гуттари Сыры Выбиться из силы смертельно устать Тоже морально и физически Вот Дальше Отдельно Пример с сайта японской клиники Симптомы боли в желудке, на которые нужно обратить внимание Вот видите Симптомы, на которые нужно обратить внимание Этот пример забавный, почему? Потому что, если вдруг Кто-то думает, что аноматопоэтика это не очень нужно Ну вот, смотрите Вы приходите в японскую клинику И вас спрашивают У вас какая боль? Щику-щику, кирикири, дзуки-дзуки или кютто? Понятно, что здесь есть еще описание Сейчас мы их разберем Вот Но, в принципе, да То есть, прям на сайте Для взрослых людей Да Маленькие дети сами в клинику не приходят Приходят взрослые люди Вот И Объясняют доктору Болит у них щику-щику или кирикири Поэтому это важная аноматопоэтика, как и вся остальная То есть, это прям такой пласт языка Без которого Ну, японцы Вы не можете сказать, что знаете японский Ну, так вот Что тут еще пишут Итсу нойтами ва тадаримас Да, значит Боль в желудке бывает разнообразная Вот И вот это Смотрите Сейчас Это с сайта Здесь я разбираю это Вот У нас 4 пункта Тупая боль Продолжается И не проходит Спазматическая тупая боль Вторая строчка Возникает острая боль Сурудой это острый Вот это Тупая и острая боль У нас тоже такое есть Вот Если вы скажете Без кирикири Не страшно Но Японец скажет Уточнит Да Вот Далее Пульсирующая боль Как будто бьется пульс Мяку это пульс У нас с вами он был в лексике недавней Про любовь и отношения Мякуары Это когда есть симпатия Есть шанс на романтические отношения Вот мяку это пульс И здесь у нас тоже есть такое пульсирующее Да, например, там где-нибудь в висках Прям как будто Дун-дун-дун-дун Пульсирует что-то Так неприятно Это вот Дзуки-дзуки щита Пульсирующая боль И четвертую Они на сайте клиники Приводят Охара А что у нас Онака Точнее Более вежливо О Нака Ну здрасте Что с шрифтом то у нас Не понял На 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 Ладно, потом Подпишу Что-то не хочет В общем, живот Вот Онакага Сибурарэто Ирюка Прикреплю К этому видео Вконтакте Естественно Там вот такая картинка Бири-бири Сибирейруйона Итами Боль Как будто немеет Затекает То, про что я вам говорила Когда отлежал руку Например Сибирейру Это затекать Неметь Далее Джин-дзин Якируйона Итами Жгучая боль Далее Чику-чику Здесь не очень видно Боль как будто колет иголкой Вот Что, тоже не получится подписать? Получится Хари-дэсасуёна Итами Хари-иголка Кстати, думаю сделать видео про время Хотите видео про время? Потому что стрелка часов тоже у них иголка Хари Хари-дэсасу Колоть иголкой Как будто колет иголкой Такое покалывание Чику-тику Еще примеры Висок пронзительно болит Комэ-ками-га Кири-кири-таму Комэ-ками Это висок После долгого сидения на коленях Ноги затекли Хисаси-бурени Сэйза-щитара Аси-га-сибирейты Бири-бири-суры Да Ноги затекли И вот это Бири-бири Это самая боль от затекания Да Иголочками Сэйза Это дословно правильное сидение Но это японская поза На коленях В которой принято сидеть по-японски Называется Сэйза От обморожения Пальцы колят Шимоя-кэ-де Юби-га Зин-зин-сурю Кажется в пальце за нозу Колется каждый раз когда тру Голова раскалывается Голова обычно Голова обычно раскалывается либо ганган Либо Дзуки-дзуки Ганган раскалывается Дзуки-дзуки Та самая пульсирующая боль Вот чику-чику про голову особо не говорят Например Я бесил после... Так Теперь про усталость Я бесил после вчерашней вечеринки Сейчас мы тут шрифт поправим Красивый Это же будущий учебник Юбе-но-пати-де Кута-кута-нанда-ё Да Я после вечеринки Кута-кута-бесил Собака-обесиленная спала в углу комнаты Нинува-хэта-хэта-то-хэя-но-суми-ни-не-та Вот Хэта-хэта-да Свалилась и спала в углу Суми-внутренний угол Кадо-внешний Суми-внутренний От усталости у него подкосились ноги Хиза-га-хэта-хэта-то-на-та Хиза-коленки Да, они не могли оставаться в вертикальном положении Помните описание? И они такие Брык И подкосились У нас ноги, у них коленки Пройдя целых три часа она выбилась из сил Сан-зи-ка-му-а-ру-и-те Кан-о-зю-а-со-рэ-ко-со-хэто-хэто-нит-скар-э-тэ-та Ну, сор-э-ко-со можно убрать Так оставить Устал от жары и постоянной занятости Все, устал, вымотался Или Выбился из сил Все Так, теперь тестик Значит, здесь будет три варианта Смотрим присоединение Смысл Варианты синонимичные я, конечно же, не ставила на выбор Вот, единственное Один есть с подвохом Где нужно посмотреть присоединение А так, конечно, здесь не синонимы Вот, и в конце ответы Итак Это, во-первых, жжет Во-вторых, немеет и затекает Вот, немеет и затекает Ранка не затекает Ахэта-хэта – это усталый Поэтому дзинь-дзин Еще также Методом исключения Да, если Кубисузи-ни-ке-га-саса-те-ни-таму Чику-тику Почему? Кэ – это шерсть, да? Кубисузи – это, ну, задняя часть шеи То есть, например, у нас колючий свитер Вот, и шерсть этого свитера колется Чику-тику – это колодца Ганган – раскалывается Вот, и кютто – это когда скручивают очень сильно, больно, например, желудок Вот, поэтому выбираем колодца Может быть, чику-чику, может быть, чику-то Вот, чику-ри-то – однократный укол, а вот чику-то может еще быть Но если записывать здесь все-все-все варианты, то это у нас будет с вами трехчасовое видео, не нужно Мы берем основное этого Вот, если вы будете все эти слова знать, это будет больше, чем достаточно Далее В это время зубной врач делает укол в нерв Укол – это у нас одноразовая акция, слава богу Чику-ри-то Да, как вот там у нас врачи говорят, комарик укусят, да, детям Вот, чику-ри-то – это тот самый укусик комарика Вот Сику-сику – это у нас спазмами-коликами У нас он укол делает, а не просто что-то болит у нас Вот, дзуки-дзуки – пульсирующая боль Поэтому смело чику-ри-то укалывает Укалывает, можно даже так сказать Далее Тоже дзин-дзин Значит, пенки – это краска Кан банка, да, нес тяжелую банку с краской И руки у меня теперь дзин-дзин Ну, щипет, жжет Ну, представляете, да, когда вы что-то тяжелое тащили, отпустили, и у вас руки такие красные Вот Гуттари – про руки мы не говорим, это усталость Тем более суру, а не щита, например Вот, это все-таки про всего человека гуттари Хири-хири – это жжет от чего-то, от ожога, от васаби, да Вот, поэтому дзин-дзин Далее Гуттари – это тоже устал, но это то самое задание с подвохом О котором я говорила Гуттари – щита будет Да, гуттари – щита Да, гуттари – щита, гуттари – то Вот, а хето – хето – ни Нару – ни скареру Поэтому здесь именно ни Вот, к такому будьте готовы Две усталости, но мы смотрим присоединения Ну, и кьют – то это про боль, которая сдавливает все К усталости отношения не имеет Вот Здесь наоборот Да, мы после путешествия пятичасового выбились из сил Гуттари – суры Вот, хето – хето – ни скареру Гуттари – суры Вот, и кири-кири – это острая боль Каждый раз еще раз повторяем все это Голова раскалывается Она у нас обычно либо ганган, либо дзыки-дзыки Чику-чику мы про голову не говорим Кута-кута устал Все, три предложения осталось Да, потому что про голову запомнили ганган и дзыки-дзыки чаще всего Даруй – это когда мы, ну, плохо вяло себя чувствуем, как вялость Вот у нас врач спрашивает симптомы, да, но я как-то вяло себя чувствую и голова болит такой пульсирующей неприятной болью Вот, дзыки-дзыки Хири-хири – после васаби Бири-бири – либо затекло, занемело, либо тоже жжется Вот, у нас дзыки-дзыки – болит голова Ну, если в контексте ничего не указывает на то, что, я не знаю, какой-нибудь уксус разлили на кожу головы, да, то есть в контексте могут быть разные вещи Без контекста мы смело выбираем дзыки-дзыки Далее, что-то там Значит, я чувствую боль, как будто сжимают, да, как будто сжимают, это кью-то, да, потому что чикури-то – это укололи, а хета-хета – это когда мы на ногах стоять не можем Вот Ну, и последнее Хи-я-кэ-ва – хи-фу-о Хири-хири – сасэ-ру Сасэ-ру, видите, помните, в присоединении сасэ-ру – это у нас побудительный залог, да, то есть солнечный ожог заставляет кожу щипать Ну, мы по-русски все можем сказать – от солнечных ожогов щипит кожу Что заставляет, понятно, что заставляет Вот, на дзыки-дзыки пульсирующая боль, бери-бери, либо затекло, либо жжет Ну, вот здесь, если есть хири-хири и бери-бери, то, очевидно, хири-хири Хотя, ну, вот это тоже может жечь, да, хотя к затеканию отношения не имеют Давайте в избежание все-таки каких-то разночтений вставим сюда кого? Кири-кири – острую боль давайте вставим Вот, и тогда прям уверенно и без всяких вариантов будет ответ хири-хири А вот эта картинка – это из той самой статьи про виды боли И тут, видите, еще и еще варианты Например, кюн – когда у нас сердечко сжалось Ну, это чаще про эмоции, да Или дзын – это когда, например, мы тоже съели васаби, но ударило в нос А нет, это цун – сейчас есть тут цун Нет, цун тут нет, но в статье есть про цун Он у нас был в лексике про еду В общем, тут еще различные варианты, можете их погуглить В словаре даже аноматопоэтических наречий Многих из них нет В общем, мы не разбираем все, что есть в мире То, что аноматопоэтики много-много тысяч Мы разбираем основное Ага, все, закончили про боль и усталость Надеюсь, ничего из этого вам не светит Доны получат материальчик И встретимся в следующем видео и в группе ВКонтакте Скоро будет новая статья на Бусти Также про японские месяцы Как они назывались раньше И почему японский сейчас проще, чем раньше А то все жалуются, что он трудный А он проще, чем раньше Все, на этом закончили До свидания До свидания Продолжение следует...